Добрый день! Скажите, с руководителем могу переговорить? Так, так, а когда она будет, не подскажете? А какое время вообще можно поймать? Так, ну давайте попробуем. Ее как зовут? Виктория Семеновна. А вас как зовут, извините? Мне очень приятно. Меня зовут Ольга. А Ирина, вообще я бы хотела все-таки как-то на нее попасть. В какое время она бывает обычно на работе? Хорошо. Запишите, пожалуйста. 8983. Это по поводу сайта. Дело в том, что хотелось все-таки лично еще рассказать. Давайте я еще подзвоню. Сейчас. Угу, так, так. Угу. Это очень-очень такая спласса. Частая, очень. Частая, да. У меня пайка на месте. Сопросились о сотовой, давайте смотрите так. Все, я понял. Меняем сразу Ваша задача взять сотового руководителя. Потому что вы звоните до сайта и информация настолько важная и горячая, что вы не имеете права просто оставлять, вам нужен руководитель переговорить. На громкую связь сейчас включите, вы здесь положите, мы будем молчать, вы будете говорить, если что, я вам дам знак и сам предподсоединюсь, хорошо? Давайте следующую. А если говорят, что мы сотовую не даем? Понятно, что не даем, мы хуй будем обходить, это возражение. На громкую связь сейчас включите. Так, и первый вопрос, добрый день, вы представляете, как вас зовут и говорите, как не переговорить с руководителем? Не нужно, там, как, а как не переговорить с руководителем? Представляете, когда вы говорите, как называется компания или не нужно? Да, просто скажите, что, ну, вот люди ITM, это просто, ну, говорить сайт-разработка, ну, что-то такое по-русски. Секретарю, что ли, говорите? Ну, хорошо, давайте тогда секретарю не надо говорить, ваша задача просто тогда сейчас, как переговорить с руководителем. То есть, ваша задача сейчас обходить, я понял, что нужно обойти. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как я могу с руководителем переговорить? Да, по-русски. А это вы, да? Я понимаю. Вы руководитель. Вы руководитель, да, я правильно понимаю? Нет. Так, а как мне связаться с руководителем? По какому вопросу? Дело в том, что мы занимаемся разработкой сайтов, и вот я смотрю, у вас сайта нет, да, правильно понимаю? Ну, все свои предложения на вашу почту. Да, хорошо, я скину предложения на почту. А на какую именно? А, простите, вас как зовут? Вы будете читать, да, Катурин? Интересно. А кто вообще принимает решение? Мы передаем информацию руководителям. А как руководители зовут? Девушка, скиньте свои предложения на наше почту. Ну, просто, если вы будете информацию передавать, может быть, мне сразу, как бы, по имени обращаться лучше? Да, на имя Екатерина Григорьевна. Екатерина Григорьевна, да? Да. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, может быть, мне бы хотелось бы лично переговорить просто. Дело в том, что наше предложение на почту. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, вот иди, да, вы говорите, три звонка, чтобы три встречи. Тут, наверное, 23. Давайте хоть одного добьем. Алло, здравствуйте. Девушка, меня зовут Сергей. Я вот сейчас сотрудничаю с Сорполисом. Мы хотели бы встретить с руководителем. Скажите, как это сделать? Вы знаете, по поводу того, что вот сейчас кризисное явление идет, да, в стране, в частности, Бурятии. А последние у нас статьи были как раз о том, что монголы много приезжают, соответственно, это как-то облегчает достиженному бизнесу. Вас как зовут? Екатерина. Очень приятно, Екатерина, и Сергей. Екатерина, вот. И, получается, мы хотели с руководителем как раз переговорить по этому поводу, как сейчас в нынешнее время новые клиенты к вам приходят. У нас монголы сильно не бывают, честно. Я как администрация могу сказать точно. У нас монголы сильно не бывают, потому что у нас мини-гостиницы. Они, возможно, заезжают по ширине автобусу. Все понятно. В локации этих количествах сил нет, если у нас не есть, если у вас три денег нет. Ага. Ну, я посмотрел по сайту, у вас, получается, три или четыре мини-гостиницы. То есть вы разрастаетесь? Да. Ну, отлично. А руководителя как зовут? Ну, их много. А, их много? У каждого своя гостиница, да, я правильно понял? Нет, нет. А, их много. Ну, все правильно. Ну, вот кто принимает решение, как с вами, с кем не разговаривать? Ну, как есть и говорить, Екатерина. Что, не посоветую, что вы, например, что вам, да? Да, нет, ну... Ну, мы же не уроки, и не тренинги, согласитесь. Ясно. Так, Екатерина, ну, посоветуйтесь, посоветуйте тогда, как дозвониться до Ченгиза Олеговича, чтобы с ним договориться о встрече. Нет, 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 нет. Нет, нет, Екатерина. Ну, вообще, хотим переговорить, то, что сейчас, если... Вы Инфрополюс-то читаете вообще? Да, на сайте. Да, на сайте, отлично. Там у нас есть статья такая, проект «Поверь себе», может, видели? Поверь себе. Не видели, да? Вот. Ну, зайдите, почитайте, очень интересно, познавательно. И, в частности, мы касаемся там, вот, именно тематики, вот сейчас в кризисное время, вообще, как многие бизнесы работают. Есть бизнесы, которые, ну, будем говорить, как недвижимость, да? Они, получается, ну, в глухой-в глухой спячке. Слово подобрал. А, да, вот. А некоторые бизнесы, такие, как ритейл, либо там, вот, пишут, что многом, опять же, приезжает Могол, поэтому те же гостиницы живут хорошо. И, соответственно, у нас сразу же возникал вопрос, вот, переговорить конкретно с гостиницами, не то, что монголы как к вам приезжают, нет, а вообще, как гостиницы выживают в это время, что предпринимают, какие шаги делают, да? То есть, ну, вот, чтобы читатель посмотрел со стороны. Сиди, давайте я вашу работу, вашу работу, я тут вам расскажу. Да, хорошо. Да, хорошо. Давайте так, вы сейчас ему позвоните, а я буквально через 2-3 минуты перезвоню, и все, потому что... Через 3-3 минуты, а через час, через 2-3 минуты, через час, давайте сейчас ему так звонить, и вам... А, все, нет, звонить-то нет, я просто хотел сказать, что если он говорит, да, добро, тогда мы с ним встречаемся, и все, проблем никаких нет. Екатерина, добрый день, еще раз. Ага, как будет? Да, да, да. Как-как? Как-как? Степан. А вы говорили, Чингис Олегович? А, а Степан, отчество? Нет, Степан, отчество, не надо, просто Степан. Ну, давайте Степану тебе звоним на четверку, договоримся на утро. Это присоединение, прям, вы присоединились, а сейчас Степану... Так, вы будете рассказать? Нет, сейчас. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ну вы точно скажите скажите точно куда нам подъехать знаете вы знаете да сейчас степан такая ситуация кризис на дворе да я думаю для кого это не секрет и мы вообще антикризисная программа узнаем как как предприниматели вот выходят из этой ситуации да какие шаги делают вообще что-то делать не делать что многие говорят что мы будем ждать вот доллар скоро будет 40 рублей все будет хорошо вы-то не к таким относитесь ну вот видите да и то есть мы спрашиваем как клиенты к вам приходят что вообще получается что не получается ну то есть такой вот практику взгляд со стороны на бизнес до минут 30 это минут 30 то есть такое интервью ранее да будет происходить то есть минут 30 займет вы расскажете как что мы сделаем фотографию 1 2 и там еще у нас сейчас проект идет поверь себя может слышали читали не да ну как раз немножко по проекту это то есть предприниматели которые идут тоже в бизнес ну на начальном этапе будем так говорить либо они что-то перестраивать если вы не пару советов да давайте мы к вам подведем прямо прямо у вас куда подъехать конкретно скажите давайте 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 так или вот проспект 50 лет 50 лет октября это получается это вот одна из ваших гостиниц да где банзейка хорошо все в 9 утра отлично все степан хорошего дня до четверга до свидания немножко нетрадиционно но там уже без разницы просто скажу что по опыту мы все равно возьмем вы все равно будете писать комментарии я все равно тоже напишу мы сделаем фотографию как настя просила и сделаем холодную запись да что там произойдет после того как мы не присоединимся будем я начну спрашивать и потом вас выдвину что вот как вы привлекаете клиентов смотрите новый инструмент вы будете уже рассказывать про свой сайт если действительно не не продавать холодно то есть какая идет сразу агрессия может быть другой повод для встречи говорить это может быть я вот уазима смотрела это может быть давайте я вам аналитику за прошлый квартал по вашей по вашему фигменту такое да ну смотрите здесь видите они вас всегда будут электронную почту отсылать они как заправьте на электронную почту здесь просто у вас зимова тоже обход есть когда он говорит что понимаете предложение такое уникальное поэтому необходимо встретиться с руководителем для того чтобы пояснить некоторые параметры будут они вас а то что попробовать эти да давайте